Службу в резерве предлагается ввести в Казахстане. Соответствующий законопроект начали рассматривать в Можилисе. Как заявил министр обороны Руслан Жаксылыков, так называемую резервную службу планируют формировать с 2025 года. Оплата будет производиться по контракту, но зарплата ожидается минимальная – 70 тысяч тенге. Цель создания резервной службы – укомплектовать воинские части подготовленными кадрами и создать готовые к боевым действиям резервные силы. Подробнее расскажет Баужан Шаяхмед. Реализация законопроекта позволит гражданам проходить воинскую службу в резерве в воинских частях по месту проживания. Контракт с военными резервистами заключается в добровольном порядке на три года. Подготовка резервистов будет проводиться не более двух месяцев. Также военным резервистам планируют выплачивать ежемесячную минимальную зарплату, а в период проведения сборов – среднюю зарплату. Служба в резерве – это еще и возможность трудоустройства и заработка для безработных. На два месяца, пока он служит, резервист освобождается от налогов. Введение воинской службы в резерве позволит, не увеличивая вооруженные силы, подготовить определенное количество граждан к выполнению поставленных задач, заявил глава Минобороны. Ни одно ведущее государство в мире с развитой экономикой не в состоянии содержать армию полного комплекта. Это очень дорого. Исходя из этого, первоочередной задачей определяется служба в резерве. На первом этапе призвать в резервисты в Казахстане планируют около двух тысяч человек. На их содержание понадобится около трех миллиардов тенге. Как пишут военные эксперты, плотность населения Казахстана составляет семь человек на квадратный километр. Для сравнения, плотность населения Украины составляет семьдесят четыре человека, то есть в десять раз больше. В то же время, на такой огромной территории мы имеем достаточно небольшую армию при отсутствии резерва. Военные в отставке признаются, что огромное количество нашей молодежи, в первую очередь городских жителей, вообще в армии не служили. По данным Википедии, численность вооруженных сил Казахстана составляет всего лишь сорок тысяч. Имея такую огромную территорию, наша страна имеет одну из самых протяженных сухопутных границ с соседями. Так, граница между Казахстаном и Россией составляет семь тысяч пятьсот километров. Это самая длинная граница в мире. Ну, вы знаете, ситуация такова, что есть текущие некомплекты на сегодняшний день, как в пограничной службе, так в войсках Национальной гвардии, так и в МЧС. Боржан Шаяхмет Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.